Меня зовут Муса Дориус, так меня сейчас больше всего называют. Я музыкант, пишу музыку уже более 10 лет. Я за любую музыку абсолютно. Я этим очень сильно болею, я свою жизнь без музыки не представляю. В 16-м году, когда только закончил школу, я выступил на самом крупном казахстанском электронном фестивале. И это было очень круто. Тогда на этом фестивале был диджей-контест, где принимало участие более 200 человек. Я победил этот контест, и мне посчастливилось выступить на этом шоу. Второй случай, когда меня позвали играть в Узбекистан, это был Диэмфест, кажется, позапрошлым году. И я выступал на 10-тысячную толпу. Это было вообще невероятное событие. Любое творчество должно жить. Эксперименты они нужны, чтобы смотреть на картину с другой стороны, так скажем это образно. И понимать, как это могло бы звучать, как это может быть. И классика всегда остается классикой в любом случае. Но эксперименты, особенно эксперименты музыкантов, они должны жить в сочетании этнической части с грубом. А грубом, как мне кажется, такие эксперименты впоследствии звучат очень интересно. Даже играбельно. Любой диджей, в принципе, может это поставить на каком-нибудь большом звуке, на вечеринке, в толпе. И, как мне кажется, это зайдет. Потому что основную часть знают все. В совокупности с дропом, с грубом это может, как мне кажется, раскачать. Ну, за основу я взял вот этот фрагмент из песни Камажай. И фоном играет вот такой бас. Это вот такая предступительная часть. Разгон. Снейры. И сейчас кульминация. Мне импонирует наша народная музыка тем, что она глубоко звучит и тонко передает наши чувства. Меня зовут Камила, мне 21 год. И я занимаюсь диджейингом вот уже год. Как это все началось? Просто с детства музыка для меня играла большую роль. И все мои моменты из жизни, они связаны всегда с определенной песней. И как-то наткнулась на одну диджейку, Карины Истомина. И она, собственно, и стала моим толчком к тому, чтобы начать заниматься этим. Попробовать себя и просто посмотреть, что из этого получится. Как раз-таки год назад на свой день рождения я решила его спраздновать. Позвала всех своих друзей. И одна из моих подруг решила сделать так, чтобы я сыграла в том баре, где я праздновала день рождения. Буквально за час до выхода из дома я ей пишу, типа, нет. Давай, давай не будем. Мне страшно, я не готова. Ну, как бы, естественно, меня уговорили. Это вот была моя первая игра. Я выбрала одну из песен у Когали Макатаева. И решила свести ее с хаосом. И сейчас посмотрим, что из этого выйдет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я люблю экспериментировать. Нету каких-то четких предпочтений по стилю. Это может быть и хип-хоп, это может быть хаос. В целом электронная музыка. Музыку пишу по-разному. Бывает, пишется за полчаса, бывает сутками сидишь, бывает неделя. Есть проекты, которые пишутся годами. Навраз для Казахстана праздник всех народов. Это когда чувствуется то самое единство. Когда все прощают друг другу какие-то обиды. Хотелось бы, чтобы в Казахстане по музыке было так же. Было единство. Все с друг другом работали, творили. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok